вот ну то есть есть три круга судьбы вы должны иметь это знание и как это работает вот и первый круг прошел тебя какие ощущения что все хорошо или нет давайте кажется что я все сделал поэтому за 3 9 земель понимаете надо идти в молитве 3 9 царство то есть нужно три раза пройти этот путь три раза ощущение что ты все сделал и только на третьем разе будет победа первый раз спокойствие в сердце второй раз светлая память третий раз меняется отношение человека в институт хочешь поступить не можешь первое сначала спокойствие что я поступлю все будет хорошо второе знание очищается связь означает знание на втором круге знание появляется что делать разум включается на втором круге что делал человек начинает изучать то что надо чтобы поступить и на третьем круге меняется мнение преподавателей к нему потому что если судьба плохая ты выходишь а преподаватель на тебя смотрит и видят что тебе надо поставить трояк они видят что теперь надо поставить судьба такая я разок в риге лекцию читал и и вот так вот на первом ряду сидел мужчина на меня смотрел и думал что он меня убьет такой взгляд был жестокий холодный убийцы такой дом сейчас теракт будет я погибну при исполнении обязанности как мученик пойду в рай как минимум вот я уже как бы приготовился думаю все сейчас он стреляет в скорую прошла лекция он подходит ко мне говорит олег геннадьевич вот у меня два высших образований а я думаю чего он подходит ко мне с таким взглядом а он подходит вот чтобы спросить у моей лекции оказывается давно слушает и он подходит и говорит вот у меня два высших образования у меня много друзей хороших но люди когда меня видят первый раз они бегут от меня иногда страшно я говорит на себя в зеркало смотрю вроде классно человек на себя же так не смотрит тут какую-то он смотрит вот так ну то есть он не увидеть может не может увидеть этот взгляд а этот взгляд откуда взялся с прошлой жизни это его судьба он ведь там обедокурил где-то и он так смотрит на всех поэтому и это судьба и он меня спрашивает почему я говорю так действует судьба я ему объяснил ему никто в жизни не говорил об этом я говорю как действует его взгляд как будто тебя убивают понятно так действует судьба и поэтому муж с работы приходит жена она говорит ты что на меня смотришь он говорит я на тебя нормально смотрю нет я нормально и начинает ругаться с нуля прямо так действует судьба итак первое что вы должны знать если пришла жестокая судьба тяжелая никогда не падайте духом она будет пугать вас она говорит ну все все плохо все ничего не сделаешь все но на самом деле никогда не бывает такого что ничего не сделаешь даже если человек должен уйти из жизни если вы молитесь три круга судьбы проходите вы его из ада вытаскиваете он идет в рай мы же все равно все уйдем из жизни здесь никто не останется пройдет там какие-нибудь 70 лет и ни одного человека кто сидит в этом зале не будет уже все как бы все будут в разных других местах находиться понимаете да что мы здесь временно находимся мы просто этого не понимаем мы думаем что мы здесь вечно навечно остались я разок увидел сон такой интересный сейчас рассказать вам про свою прошлую жизнь интересно я увидел сон я увидел свой дом недоделанный такой классный дом вот я его не доделал я начал там смотреть думал как вот это мой дом я его не доделал вот это все пятый десятый вот такой дом классный вообще и потом я такой весь сон вот об этом доме что надо это делать там что и почему я вообще его не доделал бред какой то вообще такой классный дом что его не доделал то там же можно жить и потом я в конце сна когда чуть-чуть трезветь начал я такой думаю а в этой жизни где этот дом я начал смотреть в этой жизни и этой жизни я понял этого дома нет и я тогда думаю блин а когда тогда я и четко дом помню я думаю а когда так в какой жизни этот дом вообще я увидел жизнь в котором представляете как мы сильно к жилью привязаны что я не себя не помнил там в этой жизни а дом помнил я через этот дом нашел себя в прошлой жизни то есть я сначала дом увидел и понял в какой жизни я в этом доме жил я потом думаю прикольно вообще так интересно если это так значит я могу и другие тоже вспомнить жизни по домам и я решил не просыпаться и начал вспоминать я домов пять наверное вспомнил разных один даже со спортзалом таким большим один дом такой разноуровневый такой длинный там на горе построен такой верхний такой потом нижний этажи вот такие вот и там чуть-чуть пристройка не моя уже была я думаю нафиг я их продал неприятное ощущение было блин а такой дом вообще классный большой и тут блин чужой другой человек живет зачем я продал непонятно вот ну то есть все дома очень родные близкие и в разных жизнях совершенно один дом вообще был по приколу вообще я смотрю вид сверху вижу дом сверху и думаю блин да дешево продают я в него столько вложил представляете я ушел из жизни смотрю на этот дом они сразу начали продавать его как я ушел из жизни ну родственники и продают дешево а я блин там столько денег бухал они даже и думаю даже не я не могу сказать я думаю блин дороже стоит вы что продаете то его за какие деньги вообще в общем сон был очень интересный поэтому с ней я узнал что мы всякой хренью здесь занимаемся вместо того чтобы думать о Боге мы какие-то дома там у нас которые вы уже все забыли сто лет они вообще нам не нужны уже там где-то в прошлом остались а мы это считаем вот реальностью я разок приехал в Тольятти где я учился в школе пошел в родную школу гулять я думаю этот опыт вы все получили я хожу там смотрю этой школы уже нет школа та же самая а все по-другому настроение другое чуть-чуть подремонтировали что-то поменяли я смотрю все это не моя школа какая-то другая школа я зашел там совсем другая энергия все другое вообще ничего что было вот как чем я жил как я любил ничего этого не осталось понятно или нет и что это значит а это значит что все это в прошлом понимаете и этой жизни уже нет все она была ее нет все получается жизнь как сон понимаете вот все как во сне прошлой жизни они тоже есть вы не помните я помню я могу вспоминать уже научился они как во сне все это ты и не ты одновременно это ты но этого уже нет ничего ты там чем-то жил у тебя есть интересы все то же самое семья дети там работа все все те же самые интересы ты так переживаешь тебе так важно это все а этого уже давно нет да а что остается с человеком вот если вы за жизнь за свою молитве чуть-чуть победили судьбу научились побеждать в следующей жизни этот навык с вами останется если вы хотя бы чуть-чуть заповеди выполняли в следующей жизни вы будете жить выше чем на земле там гораздо больше условий возможности жить это совсем другая жизнь понимаете поэтому цель человеческой жизни это молитва работа над собой возвышение в том числе все остальное есть потребности жизни а есть смысл разделите это мой хороший если вы потребности жизни делайте смыслом то вы проживаете свою жизнь зря и эта жизнь не будет счастливой для вас потому что богу она не будет нравиться и бог будет вас заставлять страдать и чтобы вы возвышались поэтому если вы побеждаете судьбу то вы делаете богу угодно дело потому что вы помните о Боге славите его И Он вам показывает, как вы можете преодолевать все трудности в этой жизни. Он же не против, чтобы мы были счастливы. Не можете выйти замуж. Три круга судьбы. Славите Господа, благодарите за все. Первый круг – спокойствие в сердце. Второй круг – очищение связи. Вы уже будете точно понимать, за кого там, чего, как. И третий круг – все, победа над судьбой. Пройдите этот путь и получите опыт свой. Вам молиться вот так, если как бы просто на эту тему 6 месяцев, где-то 7 и все, и тема закрыта. Человек так страдает, он мучается, он столько проблем в жизни, просто он потому что ждет. Есть два, две состояния жизни. Вот в основном все живут в одном состоянии жизни. Это состояние ожидания. Вот представьте себе, допустим, вы стоите в очереди. За то, чтобы что-то получить. Например, продают шуршики. Вы как бы встали в очередь и спрашиваете, что продают? Шуршики. Блин, какие шуршики. Вот. Спрашиваете, ну правда, шуршики. А что это такое? Ну это новый такой продукт, шуршики. Вот. И вы в очередь отстояли, все уходят такие счастливые, шуршиками. Вы потом раз купили, смотрите, а там правда шуршики. Я шучу с вами, чтобы вам немножко повеселее было. То есть как ваша лекция на одном дыхании прошла? Вот. Ну представьте себе, что вы можете не вставить в очередь, а просто прийти и взять просто так, без всякой очереди. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что есть жизнь в ожидании, а есть жизнь, в которой нет ожидания. А просто вы выполняете свою работу. Вам говорят, ну ты вот возьми вот там три ящика, принеси нам помидоры. И мы тебя без очереди пропустим. Люди говорят, не, 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 мы стоим ждем, мы никуда носить не будем. А ты принес, пришел, принес, сэкономил время, тебе сразу все покупил и пошел. Все это называется молитва. Работа над судьбой. То есть ты берешь и служишь Богу просто. Берешь и побеждаешь судьбу, не стоя в очередь. Потому что люди все ждут, сидят, ждут, что дальше будет. А что там ждать? Все понятно. Будет все плохо. Геморрой вылазит, а ты ждешь. Ну что ждать? Надо что-то делать. Понятно? Три стадии победы над судьбой. Запомнили, какой инструмент есть? Вот люди, допустим, думают, если у тебя плохая жизнь, надо просить у Бога, чтобы все исправить. И вы начинаете, Господи, помоги, Господи, помоги. Давай, давай, мне вот это, мне нужно бабло. Вот. Поможет, нет? Нет. Или он вот такой вот, знаете, примитивный такой чувак там, старый такой сидит, жасклероз у него на тучке сидит. И ты как бы, мне нужно бабло, бабло, нужно бабло. Он, ааа, что? Бабло, аа, бабло, вон бабло тебе, все. Он, ааа, мне бабло нужно. Ой, я забыл что-то. Вы так Бога воспринимаете, что ли? Что вы его, прям, что он не знает, что вам деньги нужны? Он в сердце прям все видит находится. Что вы, мне нужны деньги, мне нужны деньги. Так молитва побеждает судьбу или нет? Вы славите Бога, и Он вам милость дает, потому что вы начали идти правильным путем. Знаете, как это похоже на что? Вот, допустим, медведи трассируют в зоопарке. Он, допустим, что-то сделал правильно, ему сахар. И постепенно он начинает делать как надо все. И получает сахар всегда. Так и здесь тоже. Ты как бы помнишь о Боге, и Бог тебе сразу раз сахар. Ты опять помнишь о Боге, опять сахар. И все это потом тренируешься, все время молишься, все время помнишь о Боге, и все время сахар получаешь. Это называется жить по милости. Ты помнишь о Боге, а это главное, что в жизни Он для тебя же это делает. Медведю же полезно вот это все навыки получать. Ну, у него нормальная жизнь-то. Не надо по лесу ходить, всех рвать. У него пища как бы нормальная. Все как бы нормально. Так? Поэтому, мои хорошие, давайте вот серьезно попробуйте, потренируйтесь. У меня есть ретриты Победы над судьбой, они на Ютубе много их. Прямо слушайте настройку, потом 65 минут вместе молитесь, потом дальше изучение, как это все действует. И вот так постепенно натренируетесь, поднимите руку, кто из вас три круга прошел Победы над судьбой, вот в молитве. Работает система? Да. Все? Что и требовалось доказать. А у меня вот из этого вся жизнь состоит. Я просто, если есть препятствие, у меня нет препятствий. То есть есть препятствие, у меня объем работы. Люди препятствие воспринимают как проблему, как страдание, а я просто как объем работы. То есть я начал молиться, оп, первый круг, оп, второй, оп, препятствий нет. Вот, допустим, вот для девушки вам рассказываю визу в Америку. Я в израильское гражданство получил, когда пришел туда. Там всем дают израильтяну визу в Америку. Узнали, что я из России, мне сразу забанили, все, никакой визы в Америку. Все. Первый круг судьбы – спокойствие в сердце. А мне надо там, меня ждут, мне лекции там надо читать. Не то, что я в Америку хочу там жить, там, Братен Бич, там, Ля-Ля-Тур-Ля-Ля. Вот. Я там иду, поэт Братен Бич. Я приехал на этот Братен Бич, блин, думаю, господи, как люди, зачем сюда идут? Такая дрянь вообще. Так мне там было неприятно. Вообще Нью-Йорк – ужасный город, некрасивый, проактивный просто какой-то, вообще ужас. Лос-Анджелес – красивый, хороший город, приятный очень. Там Сан-Франциско тоже. Но Нью-Йорк просто капец полный. Люди туда валят, зачем там такая технократическая цивилизация такая жесткая. Деревьев нет, что вы говорите, там, этот, Манхэттен такой. Страшное дело вообще. Награбождение просто небоскребов какое-то жесткое. И очень энергетика жесткая такая, противная. Вот. Ну, мне надо было лекции там читать, ехать. Я об этом не думаю. Там люди живут, которые слушают мои лекции. Я приехал, им дал знание, что делать. Они счастливы, очень благодарны. Люди, когда ты издалека приезжаешь, они просто тебя на руках носят, очень благодарны. Они тебя ждали, плакали, надеялись, что ты приедешь. Вот так вот. Я к людям езжу, не в Америку. Я начал молиться. Первый круг победы над судьбой. Спокойствие в сердце по поводу визы в Америку, которые мне сказали. Раз тебя там забанили, хоть 10 раз придите, они все равно не дадут. Там галочки поставили, галочки поставили, чтобы тебе уже не давать. Все. И никто тебе не даст. На втором круге победы над судьбой знание пришло. Я узнал, что у меня есть знакомая, у которой есть знакомый, у которого есть знакомый в посольстве. Ну прикольно, правда? Мне Бог дал такое знание. Я начал знакомую, а как ее найти? Там же через одного. Если бы сразу, то она бы знала сразу человека в посольстве. А так она не знает. И я нашел, увидел. Бог мне показал девушку, которая знает, человека, который знает того, кто в посольстве. И я говорю, ты знаешь того, кто в посольстве? Ну, человека, который посольство. Она говорит, как я определю? Спрашивай. И она начала спрашивать своих друзей. И нашла человека, у которого знакомый в посольстве. В Американске. И все. И они там договорились. Я пришел, получил визу. Прикольно? Три круга судьбы прошел, все. Вопросов нет. И так во всем. Очень практично так жить. Славишь Господа и все вопросы, которые непреодолимы, решаются. Сначала первое ощущение, что ничего не получится. Все. Никуда ты не поедешь. А потом раз, раз, раз. И все. Все решилось. И так много-много вопросов так решалось. Я, когда поступал в медицинский институт, у меня не было шансов. Потому что я был из рабочей семьи, простой. А там было много человек на место. Это был очень престижный вуз. Вуз в то время. Все врачами хотели быть, когда я был молодым. И я интуитивно, я не через молитву, а через аскезу. Я начал совершать аскезы и просто учил одну математику. Я из школы пошел, поступил в училище. Не медицинское, просто там училище лаборатор химанализа. Я сдал его на одни пятерки, и у меня был золотой диплом. И я мог один экзамен сдать на пять и все, и поступить в институт. А экзамен был физика. И я весь год учил физику. И я самое главное, что делал, я пробивал судьбу. Я это делал через йогу, через закаливание, через аскезы. Мне тоже можно пробивать судьбу. Я пробивал судьбу, пробивал и почувствовал, что я поступлю. Я взял билет. Пришел физику сдавать, взял билет. Первый вопрос закон Ома. Тремя способами доказать. Я доказал четырьмя. Он такой смотрит, говорит, да ты откуда этот-то способ взял? Я говорю, ну есть такой способ. Он говорит, выведи его. Я взял, вывел. Он говорит, все, пять. Второго вопроса нет, третьего вопроса нет. Один вопрос, первого экзамена, и я в институте. Классно? Да просто вот я целый год побеждал судьбу. На психическом плане это делал. И первый вопрос, первый билет, это первого предмета. Пять баллов, и я в институте. Все сдают, дальше я уже сдал. Все же смотрю на них. Все. Олег Иванович, я хочу сказать. Мне кажется, все вопросы мои вам отпали, потому что вы мне решение сдали. Теперь ты смогу удостовериться. Я все поняла или мне кажется? Мне все поняли. Теперь на практике надо. Теперь что надо делать? Теперь надо брать ретриты побед над судьбой, тренироваться. Там все в ответы есть. У вас в руках есть все побед над судьбой? Есть я вам сказал, три круга побед над судьбой. Вот поднимите руку, кто этим занимается сейчас уже. Ну вот давайте с вами поговорим, девушек. Сейчас определим, на каком вы круге. Вот, что вы побеждаете по поводу чего? Не, вон девушка, вон. Да? Олег Иванович, смотрела ваши лекции, и я, ну то, что мы сегодня разбираем, как раз таки, ну, как я могу, да, каждое утро я сделаю. Ну что вы, к чему стремитесь, что вы хотите победить? Ну, у меня пошло, видимо, тяжелое такое атаку жизни сейчас, как-то, наверное, жесткое. Ну, а причина какая? Чего происходит? Плохого? Ну, вот люди меня не понимают. Ну, вроде бы все нормально, но идет какой-то блок. На работе или в семье? На работе больше. На работе, хорошо. Спокойствие в сердце появилось по поводу этих людей? Появилось. Первые 33% прошли. С людьми начали взаимодействовать, которые не понимают, общаться начали? Легче стало. Легче. Они, то есть, вам легче, они вас понимают? Ну, как бы я немножко децентрировала. Децентрировала. Ну, да, они вас не понимают. То есть, у вас где-то 50% побед на судьбе. Ну, я так и вижу. То есть, вы 33% прошли, и на втором круге прошли только половину. Ну, то есть, у вас вы как бы уже все, а они еще нет. И когда вы пройдете вторую половину, то у них с вами будет хорошее отношение, но к вам предвзятое мнение будет. А если три круга пройдете, то они к вам начнут нормально относиться. Все. Еще кто сражается? У вас, мужчины, давайте посмотрим, как вы. Вы молитесь по этой методике, да? Ну, давайте посмотрим, как у вас дела идут. Нет, ну, сзади мужчины. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Ну, у меня с осени, с октября, такой тяжелый. А с чем связано? В русский период, ну, в основном, по работе у меня. Да, я так и вижу. Спокойствие в сердце появилось? Появилось. Появилось, вижу, да. 33% есть. А знание пришло, что делать? Пока еще нет, но намечается. Намечается, да. Все, я могу вам сказать. Где-то 41-42% победности будет. Когда закончится? А вот смотрите, сколько вы, вот, 42% сделали, за сколько? Сколько вы молились? Вот примерно такая скорость у вас, она не будет меняться. То есть, три круга проходите, все. Спасибо. В учебке солдат приходит обедать, смотрит, масла нет, вот кубика масла там давит вару. Говорит, прапорщик мне не положили масло. Он говорит, не положено масло, не ешь. Смотрит, а у сержанта два кусочка. Потом про года, полгода проходит, и он смотрит, приходит, у него масло лежит там на столе. Брапорщика спрашивает, а мне положили масло? Брапорщик говорит, масло положено, ешь. Ну, то есть, если положено, то ешь, не положено, не ешь. То есть, три круга очистил, положено. Все, дальше все восстанавливается. Не положено, не ешь. То есть, надо просто побеждать судьбу, все. Продолжать. Сейчас и движения непрерывные. Ну, это, это, это все тоже надо, потому что у судьбы есть непреодолимая, вот посмотрите, у судьбы есть непреодолимая карма, это то, что вам не положено. Ну, ничего не будет. То есть, вы говорите, я хочу выжить, выйти замуж, а вам не положено. Это жестокая судьба. Вы приходите к психологу или к астрологу, я хочу выйти замуж. Он говорит, живите другим счастьем каким-то. Этого счастья у вас не будет. Ну, то есть, неположено, да? Ты проходишь три круга судьбы, стало положено. Астрологу приходишь, говоришь, а я вышла замуж. Он говорит, да. Он удивляется. Почему? Потому что неположено, а вышло. Вот. А что такое аскезы? Аскезы – это когда ты очищаешь то, что тебе положено, но ты не дотягиваешь, потому что ты неправильно живешь. Вот ты в судьбе аскезами очищаешь то, что положено, а то, что не положено молитвой. Все. То есть, аскезы тоже нужны, чтобы качество жизни лучше было. Вот тебе положено, а ты ни хрена ничего не очищаешь. Ты не делаешь аскез, у тебя энергетика в три раза меньше. Это значит, ты получаешь в жизни три раза меньше того, что тебе положено. Да нормально так жить? Вот тебе три раза больше положено, а ты не получаешь, потому что у тебя нет энергии. У тебя бег с препятствиями. Лучше башку я пулка. Я не знаю, можно вопрос по теме? Ну? Если супруг ушел в итоге, а человек все равно переживает по этому поводу, больно, но тем не менее он молится, а внутри вроде как становится легче, но он все равно думает об этом человеке. Внутри хорошо думает, смотри, вот слава Богу, он не так классно. Нет, внутри хочется, чтобы он как бы вернулся, но молишься, чтобы у него все было хорошо. Мои хорошие, вот давайте по кругам судьбы. Спокойствие в сердце появилось, что все будет хорошо или нет? Я прошла, так сказать. Спокойствие прошло. Дальше второе. Отношения восстановились, нормально, беседа? Да, все хорошо. Потом дальше у него изменилось восприятие, он начал относиться к вам лучше? Да. Нет, еще не да. Вот у вас сейчас прошло где-то 72-73% побед над судьбой. То есть осталось еще чуть-чуть, и у него поменяется восприятие, или он вернется, или Бог даст другого. Так он уже вернулся. Но все равно чуть-чуть осталось еще до молитвей, чтобы плохая судьба не влияла. Но у меня вопрос в том, что вот когда человек все-таки возвращается к тебе, это твое, как бы, Бог отталкивается от моего желания, или он сам решает? Ну, Бог держит людей, он ниточкой соединяет людей, вообще всех, держит их. Когда человек уходит, он против воли Бога действует. Бог-то держит, старается, а человек уходит. И сейчас что получил? Он по воле Бога пошел, и вернулся, и все, опять ниточка восстановилась, все. Бог это, Бог тянет людей, выставится вместе, держит. То есть если я стараюсь в этом направлении, да, Бог, тогда человек возвращается? Да. Не стараюсь, то будете оба наказаны. Бог вас держит, вам помогает быть вместе, а вы типа, да пошли, он нас с вами отлилит. Ну, хорошо, сейчас я вам устрою тогда свою жизнь. У вас вопрос по лекции? Ну, а можно узнать? О, давайте, да, давайте, узнаем. Ну, я уже 10 лет побеждаю, побеждаю, но никак не побеждаются. Ну, при чем тут где-то, немножко не то вы говорите. Да, о чем вы говорите? Ну, вот у меня злоба, и зависть, и соперничество. Уже 10 лет я живу, доказывая, ну, у моего мужа есть близнец, а у него жена. И вот мы встретились, и мы вот просто, ну... Вы перепутали мужа с близнецом, да? Нет, нет, его жена. Перепутала с вашим мужем, своего с вашим перепутала? Она с нахаба вообще. Она перепутала вашего мужа со своим, да? Нет, мы просто друг друга. А я люблю своего мужа, она любит своего, просто мы не любим друг друга. Мы женщины в одной семье. А почему не любите друг друга? Я не знаю, мы друг другу злорим, и соперничаем. Потому что они похожи, да? Да, они одинаковые, мы вот боремся, кто лучше. Так интересно вас. То есть они одинаковые, а вы сражались, кто лучше, да? Они одинаковые, да? Для тех, кто мы, вот я красив или она, она лучше, что она или я. Кто-то духовник, кто... Но вы уступите, скажите ей, ты лучше. А я хочу тоже быть хорошей. Вы уступите, победа над судьбой. Когда перестанет, это зло... Я же вам сказал, когда перестанет. Что меня хочет Бог? Вот я вам сказал, что хочет Бог. Не слышала, еще я сейчас скажу. Все замолчали. Надо сказать ей, ты лучше. Да, ты лучше обнять ее, сказать. Я поняла, ты все-таки лучше, чем я. Она хочет со мной дружить. Ничего страшного. Вы приходите, говорят, ты лучше. А я хуже. И вы станете лучше тогда. Но это понятие очень сложно. Вот если вы приходите, говорят, ты лучше, чем я. Она говорит, yes, yes, я так и знала. Но я победила. Блин, я лучше точно. Мой муж лучше близнец, чем твой близнец. Как это у меня вот вспоминает тоже, блин, такая ассоциация. Я когда был студентом, у меня было время, когда я жил в квартире на две семьи. То есть я снимал одну комнату, а семья из трех человек снимала другую комнату. И у них там вот такой феномен. Вот женщина, она была настолько сильно похожа на свою дочь. Я смотрю, вот как в миниатюре, вот мама. Вот один в один прям, вот копия прям. Маленький ребенок очень сильно похожа на маму. Прям один в один, все то же самое лицо. Только просто возраст разный, все. Я как их вижу всегда, я так смотрю, думаю, нифига себе. Вот природа сделала, как удивительно. И эта женщина постоянно одну и ту же фразу повторяла, которая меня вводила в недоумение жутко. Она говорила, в кого ты такая дура уродилась? Я думаю, блин, неужели непонятно в кого? Посмотри в зеркало вообще. Моя хорошая, я сейчас вам открою маленький секретик. Вот этот брак у вас, он очень такой необычный. Как это... Мы одному знакомому подарили такую открытку на день рождения. И там было написано самому необыкновенному. И там бык нарисован. Моя хорошая, вы уже не первую жизнь вместе. И чего знаете Бог, от чего хочется? Знаете, чтобы вы уступили ей. Вот цель вашей жизни в этом. Потому что и вы, и ваши близнецы тоже, вы все одна компашка Вот Понимаете, одна компашка, и вам надо вот эту проблему решить очень простым способом Надо молиться, три круга судьбы пройти, чтобы вам лучше ее стать Потому что это невозможно, вы хоть 20 лет молитесь, потому что вы против воли Бога идете А Бог хочет, чтобы вы научились по-доброму к ней относиться и уступить ей И тогда вы поймете, как вы близки вообще с ней, как ваши близнецы близки У вас все одна компашка у вас Это по-сам-где ее люблю, знаете, думаете, что это не очень Я об этом и говорю, что я это понимаю Да, да, все у вас любовь только вот такая Необычная, необыкновенная Понятно? Я сейчас вам еще одно расскажу, это я в этом, в КВ не узнал вот эту Вот, что бывает по-другому, как жизнь складывается Монголы там в КВ вышли и говорят Нас Орда Потом русские вышли и говорят А нас рать Нас рать И вот вы вот так Нас ордали, нас рать И так вы живете уже 10 лет У вас отличная вообще семья, прекрасная Я вижу ваши отношения такие у вас Бразильский телесуреан Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!